доброе утро деточки а что вы делаете панда крафта что вы делаете в панда крафт сегодня сезон сезоны да а вообще лучше сказать месяцы года скажи да они учат какие месяцы есть в летие какие в зиме и ну вернее быть она учит он познает таки канитула по до яблочкой когда они падают яблочки осенью мы еще один конвертик просто раскрыли сегодня от панда крафт этот месяц и года ой я тебе поменяла страничку соль и нужно составить тут какие-то нужно что-то а это дерево с яблоками осенние все правильно окей а это что а это собаки тут ходят 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 что это за собачки тут ходят ходят и еще сегодня они из домино которые которые играть предназначено они сделали гараж такой здесь и играют в машинке только села это же пришла какая-то собака привет всем привет вы на канале милый фрейной куча собачек я хотела показать это понимать они твоим живут эти собачки когда гладишь 1 вот тут же прибегает 2 потому что ты же надо погладить сюда сюда погладиться иди хочу вот что показать значит вот такие вот книжечки панда как они смотрите они приходят в конверте в каждой книжечке какая-либо тематика и даже рецепты здесь есть интересно которые можно с детьми готовить и каждый месяц каждому ребенку приходит свой конвертик панда крафт ей приходит для девочки трех лет ему для мальчика 7 лет в этот раз были значит четыре времени года да и вот такой вот они сделали видите из четырех частей они составляли дерево потому так вот вставляешь получается как бы дерево где написано месяца года можно посмотреть в общем каждый раз в этих тетрадках что-то очень интересным более того есть разукрашки но это для в маленьких совсем деток есть вопросы ответы то есть я считаю что вот этой вот штуки панда крафт просто замечательно это каждый раз ну что это собака иди каждый раз когда мне нужно время какое-либо либо нечем заняться с детьми то вот мы занимаемся вот этими вот конвертиками панда крафт правда приходит один раз в месяц но очень часто бывает что я оставляю где-то и жду лучших времен потому что бывает такое что они заняты какими-то своими игрушками и поэтому панда крафт мы не открываем а здесь еще что планете лизабжики а объекты которые время показывают нам надо календарь что часы вот поэтому а у меня еще осталось таких штук 4 конвертиков так что мы будем заниматься конвертиком и филотер хорошо что мы вчера погуляли потому что сегодня ветер на улице не очень приятная погода только и вход сзади что ты там смотришь на меня пока мы с вами туда-сюда уже время обеда пришло я решила приготовить котлетки на это вернее быть не котлетки а стейки это называется стейки детки очень любят такие вот стейки я приготовлю и открою банку бакл 17 бакл 17 это баклажаны которые мама мне вызывает мамины баклажаны именно ни с чем не сравнимый вкус реально я просто не могу отучиться это наркотик это наркотик эти баклажаны когда я была в школе я ненавидела эту фразу когда говорили тебе что особое приглашение нужно но почему-то я именно эту фразу вспомнила когда ты уже звала сколько я три раза его позвала кушать а вот продолжал играть в игру а что у тебя за медаль такая покажи мне медаль свою вот это что какая молодец ты что-то выиграла да за какие-то особые заслуги тебе дали да понятно а у тебя кубиком она ее же нужно порезать котлетку а это взрослые должны тебе порезать хорошо а ты сам можешь порезать окей давайте порежу после еды выгнала детей на улицу кори пока солнышко идите погуляйте а то они знаете а почему у тебя вода в ведре что это они уже нашли хорошо что вышло посмотреть они ведро с водой откуда-то тащат а там еще прохладно водой обливаться по-честному говоря я знаете что обратила внимание что если их не выгонять на улицу хотя бы на часик в день например да то они как-то и перекситы слишком возбуждены к вечеру поэтому я вот выгнала пока высоко себе сварю мятную водичку чтобы сделать кубики ледяные это закончились во вчерашнем влоге я загорелась русским телевидением и выбор стоял между картина тв и какими-нибудь другими вот какими другие нашла телепарк называется вроде качество нормально и стоит дешевле всего 10 евро в месяц так что и ленка уже сидит смотрит самое главное я бы тогда им не запрещала мультики смотреть но чтобы они смотрели их на русском вот жужук самый виноват потому что он целый день его не было ну первую половину дня был на работе потом у него был теннис во второй половине дня и потом он мне говорит у нас же 18.30 типа нужно забрать сумку нашу ну которую мы по следам забираем у фермеров и говорю ну да он давай быстро заеду домой ты мне вынеси сумку для фермеров вынести мою карточку банковскую и заодно я в магазин съезжу и говорит так быстрее будет пока ты соберешься там все дела я говорю окей он подъехал ленка пошла его сумку выносить и ты увидел а можно я с тобой поеду ну садись езжай ленка а можно я тоже с тобой поеду он такой с таким лицом такой окей садись езжай короче забрала двоих детей поехали они в магазин чтобы купить а блин зажигалки у нас нет что ненормально поехали магазин за продуктами заодно заберу сейчас фермерскую корзину но овощи которые мы забираем по средам и код тоже хотел с ними говорю ну кота уже не надо брать в магазин там и мне кажется с животными вход запрещен магазин так что вот так так что я осталась одна ну как бы почти одна потому что я не завидно его на камеру нет уж всегда со мной да а как мы сегодня зарядку делали расскажи как мы делали зарядку сегодня я легла на коврик и потом еще три животных пришло и легла на коврик да ну сядь нормально ну чё ты так не хочешь а как вот так а прижаться хочет пришел но может и мальчики тут уже стоит девочка давай теперь давай тебе девочку погладим давай давай а вот этот прям один преданный такой вот поэтому я хочу чтобы наш пес был мальчик потому что характера другое все равно видно девочка она как-то более меркантильность за едой больше подходит там или погладиться там да а он вот просто ждет меня с утра встанет возле кровати и хоть бы пискнул понимаете стоит и ждет думаю мальчик ты уйди мой сладенький зато последний день эти животные у нас дома потом разъедутся по своим домам иди чего это вы разгавкались а чего это вы разгавкались каждый раз когда же жука возвращается обратно домой они начинают гавкать копище как будто они его не узнают или может быть потому что я до целый день с ними нахожусь а жу-жука получается только вечером приходит и они наверное забывают за день что существует жу-жука как только он подходит даже не к дверям а к воротам понимаете дома они его каким-то образом слышат и выбегают забыл забыл что-то значит так у нас картошка био от фермера вот такой вот пакет и здесь еще ботва какая-то вижу морковка это не тебе ты понимаешь салат где свеженький фенхель и это как-то это репка до белая репка готовить я не хочу быть плохой гадкой теткой но маленькие собачки они плохо пахнут ну как сказать плохо пахнут и не могу сказать что не вонючие какие-то эти собаки вы именно пахнет собаками в доме теперь понимаете даже мой муж который там на запахе особо не реагирует он целый день не был дома сейчас пришел и говорит мы знаем что здесь живут собаки вот так пахнут большие собаки кстати пахнут меньше вот и до сих пор вспоминаю того лабрадора который у нас был что-то а 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 Если вам нужно, не приходите в гостях. Расслабайте, пожалуйста. Да, не так. Просто для того, чтобы вы знаете, 내일, это... Это большая федеральная женщина в России. Дома? Да, 8 марта. Ну, у вас тоже, нет? Но для вас это не федеральная. У нас же 8 марта, но для вас это не федеральная. Мы не 8 марта. Да. Я им говорю, что завтра праздник женский. Но у них тоже есть 8 марта. Но это не такое большое праздненство. Вон и пяти. Приятного аппетита. Блин, я по-честному хотела поучаствовать в бешеной сушке. Но, блин, подарки, набор сковородок. Это чтобы жарить сало, да? Годовой запас колготок. Я их никогда не ношу колготки. Рафаэлла. Ну, офигеть. Что мне делать с Рафаэлла? Дальше. Муж на час. На 24 часа. Ну, он во Францию не приедет. Это точно. Два билета на желанный концерт в твоем городе. То же самое. Вот, наверное, это единственное, на которое я могу претендовать. 101 роза, чтобы все подружки забыли от зависти. Ага, фотка для инстаграма, да? Сертификат на 50 тысяч рублей в Литуале. Я знаю, что там продается. Я туда и за 100 тысяч рублей не пойду. Выходные в Париже. Ну, вы вообще, что ли, с ума сошли? Это мне надо заплатить, чтобы я еще раз в Париж поехала. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok